в деревне нет а вы как вахтовым методом выезжаете да нет нет я же сказал что я хоть и живу в деревне но она очень рядом с городом мне не ехать до 15 минут я что могу ясно можно сказать что в городе да там такой а у вас там есть православный приход есть конечно могут а почему православный приход не ну как не в позже или были в позже раньше был бы причем и тогда 13 года как-то перестал все это посещать а как так получилось что оказались у евангельских баптистов по моему там классическая схема позвали пришло послушал заинтересован но почему перестали ходить это или вы не переставали ходить в православных храм как сказать естественно сам до того как пришел баптистом я особо ты туда не ходил но придешь сами все понимаете придешь поставить что постоял вообще не понятно вот уходишь пустой как барабан у меня тоже такое было я когда приходил храм у меня тоже такие же ощущения как у вас были да вот и общался уже тоже общался с разными получается протестантами они мне были интересно потому что они такие активные они изучают писание да они они делают дела делают такие ну явные такие я общался с одной женщиной адвентисткой седьмого дня то есть явно что она такая ну можно сказать подвиг до подвижники что они субботу не работают там хотя я конечно видел что это неправильно в том смысле что она получается подкупает других людей чтобы они работали это мне было удивительно как это так что ну ты не работаешь значит исполняешь заповедь и в то же время ты покупаешь другого человека чтобы он нарушал эту заповедь то есть у меня вот это не складывалось но я это как бы не озвучивал вот у меня просто мысли такие были но я пытался церковь с ними разговаривать с женщиной но конечно диалога такого особого не получалось но я еще тогда тоже был не особо подкованный вот в писании то что они то хорошо все знают они цитатами да я уже нечего было мне сказать я забывал даже про это то что укорите ее что она вот других значит покупаешь людей чтобы они работали на нее в субботу вот нарушали получается я и даже про это уже забывал вот сказать так вот понятно у меня просто еще там были моменты такие что я в армии служил и я служил в подмосковье и ну там был батюшка такой при гарнизоне вот и меня там попросили ну там был часовня по-моему было при гарнизоне часовня было вот и меня попросили там помощь ему какую-то оказывать ну как-то так ну я я в принципе согласился чего сами знаете солдату все что угодно только там не службу нести вот ну и как бы тоже там не смотрелся очень много чего такого что как бы отвернула вообще а 360 отвернула от чего от кого от русланных храмов от священников отсуток для меня вообще и я думал что там все такое не поройся но вот именно в армии на на открыли его зала честно я был моим в этом плане может связи с тем что конечно особо не был близко там к церкви но когда столкнулся я конечно немного был шоке когда изнутри это все увидел так как просто прихожаем ушел пришел а меня спасло как бы может к спасло то что я не ушел из православной церкви то что у меня бабушка ходила и какая была активная ну и как бы все вокруг вот или мои родители там хотя они дошли до сих пор не ходят в храм православные но но смысле регулярно но они никогда никто не говорил про всегда все негативно относились люди к таким вот протестантам поэтому я такой отторжение было насчет протестантов мы и сам вот видел тоже какие-то такие нестыковки и понимал что вот это древнее как раз то что говорят я сейчас привожу и стать протестантам что следуйте путем древнем я узнал что вот как ты чувствовал вот это понимал что когда православие более древние значит она должна быть более правильным вот может быть да так вот это вот по библии что апостол говорит да и следуйте пистане этом и то что подражайте наставникам вашим исследую кончину жизни их то есть тех людей уже которых вот мы называем православие святые да наставники наш я зато основного много там около тысячи святых которых мы считаем да святыми людьми потому что я просто тоже называл святыми людьми в гаражам некоторых городов да вот хотя потом их ухарял во грехах и вот мы получается православные подражает более наставником вот веры учителям нашу вера более древним учителям уже многое сходит то православных больше сходит то есть я был видал что больше у православных все равно больше по библии хотя да вот этот внешний но я также видел что и протестантов вот это тоже опять внешний то есть они вот опять таки повторюсь что вот женщина да сама исполняет а других значит подкупает чтобы на нее работали с субботу не такая железобетонная фраза например это ну это же было в верхнем завете а сейчас уже по новому завету это это прям 90 процентов я слышал такое ну если что-то начинаешь о чем-то разговаривать ну это же было в верхнем завете что нам сейчас до ветхого завета это кто так говорит ну я много раз беседовал я не я как бы такой человек понимаете я не то что вот мне прямо сказали и все я вот конечно я полностью согласен нет я почему я вот что-то и слушаю вас потому что во многом я там не согласен вот но вот и были такие люди с которыми я ну были там я уже не помню конкретно тема на которые там но вот я сразу очень часто мне приводит вот ну это же было верхом завете вот сейчас она по новому а кто-то кто-то говорит от кого вы так слышали это вот даже в нашей церкви то то есть они говорят так про православную да 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 вот какие-то темы я затрагивал беседе с кем-то не это говорит но это опять получается узость мышления в том смысле что они же сами протестанты делают то что в древности вот те же 10 заповеди да которые адвентисты например субботу соблюдают это было в древности в ветхом завете субботу соблюдал я не знаю их вообще я вот именно про бактистов я понимаю но у бактистов тоже также какие-то вещи есть тоже я просто сказал зачем вообще туда вычитать ветхом завете выкиньте его и читайте новый зачем вообще-то говорить и при этом иметь книги вверху завет как бы так алло да да мы здесь я здесь и даже эти тихонечки здесь тоже еще знаете тихонечка видеосъемка мир ему ну ладно давайте прощаться тогда на следующем беседу а почему брат димитрий да например не женаты потому что я уже не хочу быть женатом я хочу больше послужить господу чтобы у меня больше бы как апостол говорит чтобы было больше времени вот а вы почему пусть не секрет если не секрет ну потому секрет это не говорите не боится какой секрет но потому что вот несколько 23 года но нет у меня есть который мне есть большие планы но пока не настал момент чтобы сделать предложение так скажем все остался последний как бы порог переступить видите 7 раз подумай 7 раз подумай вы еще получается видите еще сами не ну не утвердились как бы вот в мировоззрении получается кого же вам выбрать-то и супругу то получается должно быть вопрос так потому что вы сейчас уже думаете о православии да опять возвращаться я так понимаю ну как бы изучаете да я то есть да я пока поэтому поэтому какую сейчас супругу выберите получается она будет на вас очень сильно влиять это получается вы выбираете как раз вот вы шестами не вам наоборот должно происходить семье вы должны влиять нет меня невозможно публиковать но это если что тщеславных говорите нет нет честно я сто процентов ну я был с вами сейчас на ныне беседу если бы совсем соглашался но можно было повлиять понимаете вот у нас вообще вера то у нас христианская она предполагает то что мы нищий духом что мы можем ошибаться и что мы у нас можно поколебать наоборот как раз вот я так себя ощущаю что я не все знаю что меня можно поколебать но я просто стою в том что я утвердился но я всегда думал может быть я что-то не упустил понимаете то есть христианство это не то что вот вот я именно конкретно оно то христианство оно то истинное но я стою ли в истине я то ли все ли понимаю понимаете так что это я считаю вы неправильно говорите что меня нельзя поколебать нет ну вы видите как описано апостол павел уже говорил что неверующая жена освещается верующим можем правильно там не сказано расходить чтобы там не слышала тебя жена не повлияло на тебя правильно а вот именно так и сказано чтобы не повлияло на тебя и говорит блажен муж который не ходит на совет нечестивых а женой у вас будет совет это вы уже создаете совет собор согласен но он же там он же заповедовал не расставу но не бросать жена правильно но вы же не говорите что у вас жена вы же сказали что вы не женат ну понятно но вы говорите как как вот такой там жить там дальше как такой просьбе это не я говорю это бог так говорит через библию что не ходи на совет нечестивых то есть выбирай себе жену такую которую она тебе будет уже советчиком ты уже будешь не советоваться поэтому вы еще сами не поняли с кем советоваться вам с православными или с баптистами правильно и тут вы у себя выбирать будете жену как раз вы выберете с кем уже советоваться кто она будет вот с кем вы будете советовать то есть если она будет ближе к православным будете уже советоваться с православными а вы почему не женаты если не секрет я же говорю я не хочу просто я не ищу жены я отношусь к женщинам как сестрам для меня не все сестры мои сестры как же я могу на сестре жениться все понятно братья полезный ролик скинул кто есть подкаблучник и гнатия тихоныча если не видели посмотрите очень полезно а вот по поводу слова подкаблучник я очень не нравится почему я пытался сказать но запись не получилось почему-то там плохо было меня слышно вот почему не нравится как и гнатих очень нравится слово проблема мне так не нравится этот каблучник потому что она не идет к решению как раз вопросов как слова проблема несет себе решение вопроса потому что вопрос значит его можно ответить на него а вот слово подкаблучник она почему не нравится мне потому что лучше сказать инфантильность мужчины вот почему потому что слово подкаблучник подражает что значит если мужчина вот такой плохой то это значит женщина в этом виновата нет не всегда потому что вот а адам например почему послушался свою жену не потому что там ева так виновата не она его воспиталась и его от дома воспитал адам вот такой вот он сам по себе инфантильный оказался вот послушался женщина они бога не отца вот то есть его воспитывал не женщина не воспитывал адама вот так хотя он получился как сейчас бы сказали он как подкаблучник но он не подкаблучник но лучше сказать инфантильный мужчина инфантильность мужчины вот это мне больше нравится выражение потому что она не предполагает что именно только женщины во всем виноваты в грехах мужчины это точно еще это добавлю лучше быть подкаблучником но я например слепой да и жена ушла и сам один ну в общем не весело и так подумаешь как не помню подарок подарок очень мужчине то есть если хорошая жена то можно быть и и ну дела такие ну слушаться жену то есть про тебя могут сказать подкаблучник но а если а я так такой инфантильный пока еще да а жена лучше меня все понимает и в духовном жизни допустим вот вот так но это к примеру когда если мужчина там упал сильно да там алкоголиком стал да то какое-то время он может здесь при хорошей жене быть и подкаблучником побыть вот потому что подкаблучником могут называть там такого который там не ходит там выпивать мужчинами там по пивбарам не ходит вот и говорят вот это подкаблучник перед женой то боишься жену вот так понимаете что плохи бывает и такое говорят то есть вот это слуха подкаблучник поэтому мне не нравится а лучше говорить инфантильность мужчины то есть если ты я не хожу по пивбарам то я не не инфантильный наоборот я инфантильный тот кто ходит по пивбару то есть ищет лакомство как ребенок ему нужно морозить что ты не изменяешь я говорю зачем зачем у меня все нормально вот это что вы делаете этим девчонка то вы делаете своим женам и будет все четко все хорошо может это не понимали меня изменяешь это сейчас простите кто сейчас вот говорит это чепелев с украины а как его имя как ваше сергей сергей да мир вам сергей кипелев господи с миром принимаю рад вас слышать а вы сергей кто жена ты получается да ну как ну был уже пять лет как жена ушла даже ушла ну тоже брось огород я понимал что не помогу хотя и помогал и не нравится как скопаю то еще что-то постираю не так вывесил пришла ты некрасиво повесил соседка то что я на выставку сдавать машинку купить вот эту же автомат не не нет ее она много воды берет ну и результат ушла она себе взяла машинку себе взял тоже машинку гнатия тихоныча гнатия тихоныча у вас получается вы теперь отдельно с женой живете да ну и слава богу вы к ней как сестре относитесь да другу гнатия тихоныча у нас делали ошибку писатели как паспорта меняли на украинске сделали ошибки написали не щеплева чплм я ей говорил давай поменяй и этот нет нет ну не поменяла а вот это наске было уже 18 да она учиться и там если согласен элементы платить до 23 лет там 25 процентов или 30 со всех доходов ну пошел в суд вы согласны да второй вопрос 30 процентов со всех доходов да третий вопрос не помню а четвертый вопрос до 23 лет да согласен ну еще и теперь за буквы не не то есть не высчитывать поя чеплев я поменял а она чеплева и все ну и опять правда восторжествовала она всякую глупость говорила насти что там это это не правда он ну всякую в общем нехороший лично хоть правда восторжествовал но видите только насказ теперь страдает то есть не получаю на такой получал а ее камень и пускай не запрещает и встречаться и сейчас сюда даже говорю ну давай кто-то дебил давай там раз получил тебя это светимся нам даже и вот такой вариант не правят ну не допускает ну пусть так я всегда говорил на вся воля божья а потом спрашиваю одного священника а он говорит да нет серий нет это у бога воля только чтобы душу свою спасти а то можно под все построить на все воля божья может не положить я поворачиваю в конечном итоге то получается что все равно воля божья просто его воли нету чтобы именно мы делали злое да получается что его воля чтобы мы претерпели вот эти вот вот испытания были испытаны он нас испытывает возможно так испытывает и исправляет воспитывает да 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 а зачем не помнить надо помнить чтобы не делать иначе иван золотов говорит что почему мы грешим потому что мы не читаем в итоге ну то есть мы все в гордыне все в гордыне этот все гонится в гордыне ну это же все исправляется только богом с помощью божьей его ну да я же и говорю вот это же все через это исправление для нашего спасения через пост и молитву Господь Бог говорит вот только два крыла нам даны пост и молитва молитва то есть просьба к Богу чтобы он нас исправил дал нам рождение свыше то есть чтобы мы уже не грешили то есть чтобы вот это то что вы говорите все там море грехов тростей чтобы это все он 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 это все знает и он все это уничтожит и сделает нас новыми людьми которые как апостол говорит уже не грешат но перешли от смерти в жизнь да да но если жестоко так и вранжи не дремлет вот у меня лично было да вот на строй пост ну вот это что же было да так это все а меня один же да и тут один у нас в районе появился ну чужой да и понял что я слепой и все я только на турник а он ко мне в дом раз два три это потом оба уже а ну это хочешь молитва а все я оба усилию молитву еще усилию еще сильней потом это выхожу уже и 90-й псалом крещу это то есть ну усилию молитву да только что это же молитва ночная поклонная думаю еще живой помощи еще и он в этот рожжина тоже усиливается ну дошло до того что уже ко мне в дом да вот это я 90-й псалом все а только закончил молитву пол третьего ночи опа стук тогда-то раз один там пусти переночевать там говорю до свидания иди я говорю я за хроникой говорю переречь на забор говорю да иди один уходит а он в дом и я то раз зашел уже ложусь а у меня там стенка и там типа сейфа такая ну типа сейфа такая и там крепление поломано и я слышу и он открывает а у меня уже там воровал где они когда слышу сок и это же после молитвы я говорю я усиливал молитву и все это 90-й псалом еще что-то перекрестил перед молитвой ну дом калитку ну все окна двери дом да и все цок стоил опа и все и началось и он опа я с голыми руками а он еще с ножом и как пошла жара ну нормально все это сначала брось а то завалил а потом броситься начало пустить меня вот такая эта штука так что это молитва ой так веришь я не знаю сколько мне даже было страшно становиться на молитву ну помните что вы сказали пост и молитва то есть не одна молитва но еще и пост второе крыло просто я один живу пост у меня пост тут за караул эта сестра там приезжает отчитываться за церковь и кто там ну привезет всего там мне забитые у меня отчет за церковь да 17-18 лет там ну 3 дня надо отчитаться а так же ну кто я не готовлю ну в общем у меня там высказали постоянный пост но когда такие нападения то пост вообще это вообще отречение от еды то есть то что мы называем постом это на самом деле такое ну слабое подобие пост который вообще без голодов вообще ну там это воду выпить или что там да да просворка и святая вода глоточек святой воды еще кусочек просворки ну то есть тело как это я просто сферею нервы ну инвалид я уже 27 лет не вижу и оно все таки берется оно все оно берет ну вот пост и молитва видите пост какой совсем голодовка когда вот такое бывает то есть совсем враг это вот и по ветхому завету мы знаем да когда нападали уже там уже все как вы говорите с ножом уже горло уже все уже сейчас всех перережут и младенцев они вот становились на молитву и на пост такой что голодовка была и маленькие голодали все потому что понимали что если они не будут голодать это будет смерть так вы говорите к вам вот с ножом пробрался это ужасно же все ну так это а что там этот пост там день два ну сколько они там день три ну ну и три там по библии было ну оно и полезно оно очищение оно и полезно для организма выходит все шлаки и все ой вот когда с молитвой тогда это ну как сказать шлаки тут вы же сами говорите вот что я болею мне нужна там еда нужна а тут какое очищение когда я болею еще такой стресс еще и нападаю тут тут ну а вот приходится так вот наоборот это нужно попаститься ну это кажется что вот там такие мысли приходят чтобы для этого я болею мне нужна еда а тихо вопрос такой подожди Роман а стоит ли действительно вот оставлять молитву если такое страхование идет у человека вот он я как понял решил оставить молитву у меня тоже когда-то так как было на флоте меня стали ну прессовать сильно и я испугался перестал молиться ну молился но не так как бы истово как вот до этого до страхования и вот я сейчас услышал что так же вот у него некое такое боязнь настало и да не боязнь а желания просто нету желания ну желания живо как этому как правильно поступить после этого и Он, наверное, не слышит, он наушники-то снял, это Владимир слышит. Вы к Владимиру обратитесь, чтобы он сказал, Игнатий Тихонович. Слышите, Владимир? Владимир? А он тоже что-то отключил, совсем зло. Владимир Паченко, вы слышите меня? А у вас прекрасно слышно. Я слышал вас, слышал. Да, вот у Виталия вопрос был к Игнатию Тихоновичу. Вы слышали вопрос, Виталия? Да, я слышал, слышал, слышал. Слышал? Слышали? Ну, будет Игнатий Тихонович отвечать, или он сейчас... Это надо у него спросить. Он же спешил, помнишь, Роман, он, как это все, давайте заканчивать, уже время, я так понял, что он, ну, время поджимает. И он раз и ушел. Нет, он не ушел здесь, мы его видим. Вот, я же сейчас с Владимиром Тихоновичем разговариваю. Они же вместе в одной комнате. И вот я вижу его, он видит, но он, это, отстранился сейчас от разговора. Вот, сказал все. Вот. Так, вот. Да. Ну, как вот, по Библии. То есть, Игнатий Тихонович бы сейчас сказал все по Библии. То есть, Библия нам не говорит оставлять молитву. Никогда. И пост оставлять. То есть, в этом случае нужно еще и пост. Потому что, бывает, мы молимся, но не постимся, вот так, голодовки нету. Тогда, и получается, и вот такие мысли приходят, потому что тяжело. А как раз, когда голодовка, тогда легче молиться. Вот. Да, ну, да, ну, там, жук с душа улетает, молитва и легче. Да, да. У меня такое тоже было. Вот. И когда голодовка, легче молиться, да. Я даже благодарен Богу, что тут такие, как бы, кажется, что сейчас тут страшно, да, когда такие случаи происходят, что будет страшно. А то, что я так хорошо молился, мне так хорошо было, когда я молился. Вот. Вот так вот. Но это происходит от того, что мы сейчас расслаблены. Если бы мы, как говорят, вот цветы тоже говорили, были такие житя святых. Игнатий Тихонович это тоже вот начитывал. И у его жизни это видно. Когда человек сам себя создает себе такие ситуации, в том смысле, когда он благовествует. Вот когда человек благовествует, то есть говорит о радостной новости, всем, всегда и повсеместно. Вот тогда с ним и происходят такие. Потому что враг нападает через людей. Потому что, вот. И тогда и происходят такие ситуации. И тогда начинаешь молиться и поститься, и голодать. И это хорошо, все. Так вот. Да, ну да. Все это... А в человеке, в человеке, все. Это надо в себе разобраться. Да. Я вот по себе знаю. У меня вот сейчас только недавно вот такое было происходило. Нападение такие на меня. Вот. Ну я как Геннадий Тихонович вот извинялся перед людьми. А не потому что православные, я перед ними... У них принято же прощение просить. Ну это и прошло. Да, прощение вас. Я попросил прощения, я говорю, за то, что я поступал так, как у них не принято. Вот. Как Игнать Тихонович, что уже так говорит. Как у вас не принято. Вот один раз я помнил, он просил прощения у православных молодых людей, которые на него нападали. Вот. И я так же попросил и у молодых, и не у молодых, так прощения попросил, которые на меня нападали. И все, и все утихомирилось. Вот. Более-менее, слава богу, так. Но если что-то еще будет возникать, еще буду примиряться, пытаться еще... Давайте помиримся. Тружусь для этих людей, чтобы они меня... Больше у них было возможности простить меня, не нападать на меня. Вот. Больше тружусь. Подметаю тут у них... В храме. Ну, правда, как и сказал Господь. Нет. Чтобы в последнем быть первым. Да. Унижение себя. Вот это... И что-то... Да, 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 это... Позною. Позною. Она просто... Это так... Спасибо.